Городскому музею-заповеднику Катакомбы Одессы угрожает опасность. Уже несколько раз неизвестные взламывали ворота у спуска в подземные выработки. Последний случай показал, что делается это не случайно. Из-за преступления кто-то стоит. Музей-заповедник Катакомбы Одессы расположен на Молдаванке. Почти вся она стоит на подземных выработках. Часть из них вошла в музейную экспозицию, охранять которую должны были вот эти металлические ворота. Ворота в музей-заповедник взламываются уже не первый раз. Всегда нам удавалось восстановить их и снова закрыть. В этом месяце ворота взломаны уже второй раз. В первый раз мы их смогли восстановить, вызывали полицию. Здесь работала следственная оперативная группа. Во второй раз они уже были взломаны окончательно. Сейчас восстановлению они уже не подлежат, поэтому нам придется думать о том, чтобы делать новые ворота. Этот участок катакомб разрабатывался еще в 19 веке. Экспозиции охватывают период истории протяженностью полтора столетия. Сотрудники музея расскажут о технологии добычи камня, знаменитых одесских контрабандистах, о движении антигитлеровского сопротивления в годы Второй мировой войны и сооружении военного бункера после ее окончания. Сегодня музей в катакомбах – не просто интересный объект для любителей подземной романтики. Экскурсии являются частью культурно-образовательной работы и военно-патриотического воспитания молодежи. Среди гостей – курсанты военно-морского факультета Одесской национальной морской академии, будущие офицеры флота. Когда в Одессу прибыли вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской областей, бесплатные экскурсии организовали и для них. Незваные гости преследовали иные цели. Так как это большая катакомбная система, в связи с обстановкой в стране неизвестно и непонятно, кто и зачем это делает. Мы уже обратились к городским властям, рассчитываем на их помощь в восстановлении, в полном восстановлении ворот. Судя по тому, сколько усилий положено для проникновения внутрь, опасения сотрудника музея вполне обоснованы. За последние два года правоохранительные органы не раз задерживали членов террористических организаций и взымали оружие и боеприпасы. Возможно, ведется поиск удобных мест для преступной деятельности. Есть и другая версия. Не исключено, что преступники действуют по заказу бизнес-структур. Кто-то присматривает участок земли с подземными помещениями. Может быть, кто-то хочет здесь построить объект, свой гараж, типа как мы видим вокруг. Так это не получится по той простой причине, что это является государственным памятником истории. И он не подлежит частному ни застройке, ни продаже. Даже его в аренду невозможно сдать по той простой причине, что закон это противоречит. У новой полиции есть возможность доказать свою эффективность. Если преступники останутся на свободе, это прежде всего ударит по международному имиджу Одессы. Вот мы с вами стоим возле следов преступления. Это можно характеризовать как преступление, варварство. И даже, я бы сказал, вредительство, происки против Одессы. Одесса сейчас номинируется в ЮНЕСКО, международной крупнейшей организации. Это один из объектов ЮНЕСКО, который готовится. Одесские катакомбы уникальны. Это частица нашего прошлого, настоящего и во многом будущего. Цена вопроса измеряется даже не деньгами. В защите нуждается культурное наследие. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУГ.